Всем привет, с вами Алекс Ги и это видео о том, дорого ли жить в России или нет. Я считаю, что в принципе в России, если ты живешь в какой-то маленькой глубинке или возможно даже на севере, то это дорого. Ну и вообще в принципе в Москве дорого. Если у тебя нет хорошего заработка, если ты плохо работаешь, если ты зарабатываешь меньше 20 тысяч рублей, то ты в принципе не способен не купить ни себе, ни автомобиль, ни что-то полезное, что-то действительно стоящее. Если только ты каким-то образом чудодейственным не будешь откладывать все эти средства, и вообще непонятно, как ты это будешь откладывать, конечно. Но я вот, например, хочу привести пример и сделать вот такое вот как бы небольшое видео. Я сейчас нахожусь в Таиланде, и я здесь уже чуть больше месяца, и я подвел небольшие итоги по поводу стоимости жилья, стоимости проживания в этой стране. И вот если вычесть из общего, какого сказать, чека авиаперелет, и, например, ну да, авиаперелет это самое-самое-самое дорогое, ну, в принципе, это то же самое, что если вы, например, меняете место жительства с какого-либо одного города на другой, вы потому что приедете в другой город, вам надо будет найти квартиру, вы внесете большой депозит, там, например, в размере одного месяца, да, стоимости оплаты. Вот, то, в принципе, получается то же самое и равнозначно. Теперь смотрите, а теперь сравним по остальным моментам, да, значит, проживание, питание и минимальные какие-то развлечения. Значит, за целый месяц мы потратили примерно на двоих около 40 тысяч рублей. Ну, примерно около того. Распишивается сумма, да, значит, 7,5 тысяч мы отдали за один месяц аренды квартиры. Остальная сумма, 7,5 тысяч бат, это примерно 14, ой, 15 тысяч рублей. Ну, если учитывать при курсе один к двум, потому что рубль постоянно обваливается, и даже жизнь в Таиланде становится дороже, чем, по моему мнению, жизнь в России. Вот. Получается 14 тысяч рублей, у нас остаётся 25 тысяч рублей. Из них мы, из этих 25 тысяч рублей мы тратим, наверное, на еду тысячи, тысяч восемь в месяц на еду, только на еду. Всё остальное выходит на перемещение на транспорте. Мы также посетили зоопарк, на человека это полторы тысячи рублей вход стоил. Потом мы посетили очень много разных заведений, оплатили алкоголь, где-то гуляли, путили, ходили в ресторан и так далее. Там выходило аж до тысячи, до двух тысяч на человека. Заведения разного уровня, в большинстве своём мы тратили деньги на дорогой алкоголь. Здесь самый даже дешёвый алкоголь стоит от 120 рублей за 0,6 бутылку. Как-нибудь я вам покажу ценники. Если даже всё суммарно сложить, и то мы при этом кутили очень много, и можно было бы всё это как-то растянуть, сделать на несколько месяцев, то есть все эти удовольствия растянуть. Но, единственное, смотрите, да, в чём вообще преимущество по сравнению со всей Россией, где бы вы, наверное, не находились в любой точке России, и где вы проживаете, я всегда. Всем советую людям съездить по миру, посмотреть, как живут другие люди, не быть своей скорлупе, не сидеть постоянно на одном и том же месте, потому что вы себя таким образом привязываете, и вы становитесь осёдлом таким вот человеком, постоянно связанным и привязанным к каким-то определённым местам, людям. Вы должны двигаться вперёд, развиваться, что-то постоянно изучать, а не, например, не закончить университет на какую-то там специальность, типа, там, врач или педагог, или мастер, там, я не знаю, швейного оборудования, или ещё что-то там, или, например, слесарь-сантехник, или инженер-технолог. Двигайтесь всегда вперёд, изучайте что-то, развивайтесь в каком-либо новом направлении, читайте и изучайте новые технологии, потому что всё это современно. Это как использование смартфонов, посмотрите на пожилых людей, они даже в своё время не знали, что существует смартфон, благодаря которым люди могут вот так вот созваниваться, переписываться, смотреть ролики, узнавать, что вокруг есть другой мир. С помощью этих же технологий они смогли добиваться каких-то улучшений своих же личных условий и так далее. И вот я хочу сказать, что, если вот, например, сравнить жизнь с Москвой, то вы, например, за однокомнатную квартиру заплатите 30 тысяч рублей, это только аренда одного месяца, однокомнатная квартира в Москве, представьте себе, да. В Казани стоимость составит где-то примерно около 12-15 тысяч за месяц, это будет всё зависеть от того, в какую, в каком районе вы это всё выберете. Вот. Хорошо. 15 тысяч рублей. Вы, например, платите, у вас зарплата 30 тысяч рублей. Вот представьте, у вас есть 15 тысяч рублей, вы отдаёте за квартиру, и остаётся 15 тысяч рублей. И сразу скажу, если у вас нет автомобиля, примерно около 5 тысяч рублей вы будете тратить на... чтобы добраться до места работы, чтобы до дома обратно добраться, вы будете примерно до 5 тысяч рублей тратить. При этом в эти расходы можно включить поездки в магазин, поездки в какие-то клубы, на развлечения и так далее. То есть у вас это ещё плюс 10 тысяч рублей. Вот. Теперь из этих 10 тысяч рублей, если вы не хотите, точнее, если вы не употребляете алкоголь, то, соответственно, у вас неделю будет уходить примерно 1000 рублей на 1-2 человека, в зависимости, что вы любите, что вы предпочитаете покупать в магазинах, что вы предпочитаете кушать, у вас получится вот примерно 5000 рублей. У вас остаётся 5000 рублей. Что вам даёт эти 5000 рублей? Конечно, вы можете на эти деньги купить себе, покушать... Ой, что-то вкусное, например, торт. Кстати, посмотрите, какой классный вид сзади. И это всего за 40 тысяч рублей в месяц. При этом, что вы вообще можете себе за эти 40 тысяч рублей 20 тысяч бат вообще ничём себе не отказывать. Почти ни в чём. То есть ходить по ресторанам, кушать. Вообще можно дома даже не готовить. Я думаю, что каждый из вас хотел бы просто прожить несколько месяцев здесь вот рядом с морем. Причём это Сиамский залив, здесь очень солёное море. Вы можете посмотреть вот это вот видео. Мы съездили на остров Кулан. Вот. Что хочу сказать? Что каждый, в принципе, может о себе это позволить. И это всё доступно людям, которые имеют заработок 40 тысяч рублей в месяц. Тебе надо просто иметь заработок либо удалённый, либо какой-то пассивный доход. Например, если у вас есть квартира в Москве, вы её можете смело сдавать за 30 тысяч рублей. Ну, в зависимости от местоположения, благоустроенности района, инфраструктуры и всего-всего-всего прочего. К теме, что у вас остаётся на 5 тысяч рублей, вы на эти 5 тысяч рублей должны подумать о том, в чём вы будете ходить. Вы должны, помимо того, что вы ещё должны подумать о том, как вы должны себя обеспечить с медицинской точки зрения. Да, здесь, например, будет всё это стоить от 6 до 7 тысяч рублей. Может быть, в месяц. Может быть, можно взять побольше. Но также есть возможность, например, купить медицинскую страховку уже находясь здесь. Если, например, вы приезжаете сюда, вы берёте годовую визу, смело берёте местную страховку, она получается намного дешевле, всего 24 тысячи на год. Примерно такая сумма. В зависимости можно даже поменьше. Для минимальных... Какие-то таких требования для медицинской... Пока нет за медицинской помощи. Но если... Имейте в виду, если вы, например, выходите, и у вас там случилось какое-то происшествие, вы получили травму, да, здесь медицина намного дороже, чем в России. Если вы в России можете, вспоминал, просто взять, прийти в свою же поликлинику, получить направление, сделать там ФГДС, сделать рентген, МРТ и всё прочее, если это вам рекомендует всё ваш лечащий врач, то, соответственно, вам это всё сделают бесплатно. Но... Разве это стоит то, что если вы здесь приезжаете сюда круглый год, те же самые тепличные помидоры в 40 рублей килограмм. Те же самые тепличные, там, может быть, даже огурцы, какие-то там кабачки, ещё что-то. Всё это дёшево стоит. И не так это... Не сказывается всё на вашем бюджете, на вашем кошельке. Вы же можете что сделать? Точнее, вы можете употреблять здесь вкусные фрукты, которые натуральные, которые никакие не пластиковые, ничего. Тем более, что те фрукты, которые, например, привезены, те же самые яблоки, они здесь тоже стоят так же, что и как в Москве. Например, 60 рублей, 120 рублей за килограмм. Я в России в зимний сезон, когда всё это было не сезон, самые дешёвые яблоки покупал за 190 рублей, максимум, иногда доходил ценник до 70 рублей, и то вообще самые плюшевые убитые яблоки, либо они были просто фасованы. И это всё приходилось покупать, и то неизвестно, какого за качество. Здесь есть прекрасные фрукты, которые очень полезные. Они все обладают витамином В, группой В. Это очень влияет всё на вашу нервную систему. Всё это полезно для вашего организма. Есть натуральную пищу. Очень много полезных вообще, даже в плане эзотических, каких-то там фруктов, овощей, употреблений в пищу, и прочее, прочее. Всё это можно здесь попробовать. И это всё настолько вкусно, чем нежели в России. Да, конечно, вы, может, будете потом скучать по некоторым вещам, по каким вещам будет отдельно снят ролик. Вот. Но просто сопоставьте ту жизнь, которую вы можете позволить себе. И, к примеру, да, вы в России, проживая в России, вы можете переживать четыре сезона. Это зима, лето, весна и осень. Вот здесь температура, да, здесь не супер прохладно, здесь 35-33 градуса днём, постоянно на солнце очень жарко, ну, относительно жарко, если проживаешь довольно длительное время, то начинаешь к этому уже привыкать. Вот. Но если сравнить, да, 35 градусов постоянно, тепло, стабильная валюта, стабильные цены, то есть вот сейчас проезжает машинка вот эта, она называется Тук-Тук, ездит она по центральным улицам, у них есть специальные маршруты. Представьте себе, маршрут стоит всего 20 рублей. Ну, в принципе, сопоставим с российским проездом. Сопоставим с российским проездом. То есть всё так же. Но у вас здесь всегда тепло. стоимость, кстати, вот эта стоимость, она что была 10 лет назад, что было 20 лет назад, я думаю, что она даже будет и ещё 10 лет вперёд, и через там 40 лет она тоже будет 10 бат стоить. То есть всё, всё это, всё это стоит из года в год по одному там уже ценнику, всё стабильно, нигде ничего не повышается. Ну, единственное, иногда вот бензин в этот раз вырос на 40 копеек. Точнее, наверное, на 40 копеек, я не знаю, как у них это называть, у нас копейки. Может, у них какие-то тубрики, не тубрики, центы, не центы и так далее. Вот. Да, и, кстати, рядом море. Вот там вот. Вот там вот море, там вот море. Везде море? Да, кстати, вот море. Где вы в Москве за те же самые деньги сможете поплавать в море? Да и вообще, в принципе, вот, когда вы посмотрите этот остров Колан, вы увидите, насколько можно дёшево съездить на белоснежный песок, покупаться в Сиамском заливе. И это всего вам обойдётся. Ну, если вам совсем-совсем вы жмочитесь на деньгах, то вы можете за 120 рублей покупаться. Честно вам говорю, 120 рублей это самый минимальный такой пороговый, самый минимальный такая стоимость, которую вам придётся потратить для того, чтобы съездить и покупаться в этой прозрачной воде. Я не думаю, что вы за 120 рублей сможете съездить в какую-нибудь голубую бухту города Геленджика, ну, или то, что там прибрежная какой-то зона, и что-то посидеть, чтобы за 120 рублей. То есть просто поставьте 120 рублей. Даже не двигаться, не шевелиться и ничего. Ничего не делать. Так вам. Вот. Поэтому думайте, хорошо подумайте, прежде чем купить где-то недвижимость в каком-то городе, быть посёдлым, где-то купить какую-то недвижимость. Таким образом вы привяжете себя к этому месту. Если вы, например, не планируете эту квартиру сдавать в аренду или отдать какому-нибудь агентству, чтобы этой арендой этой квартиры занималась какое-то агентство, то, соответственно, вы этим всем сами забудете заниматься, вкладывать в квартиру средства. Потом вам будет жалко сдавать эту квартиру, потому что вы туда вложили свою душу, свое сердце и прочее-прочее. Ну, то есть проще какую-то квартиру взять, купить и потом её уже сдавать без каких-либо проблем для себя. Ещё одно видео будет с ссылкой в описании. Я расскажу о том, сколько вам необходимо денег, чтобы купить здесь жильё, сколько вам вообще, как это всё происходит, где оно находится, как оно выглядит, что для этого необходимо сделать, трудно ли это сделать, какие есть в этом подводные камни и прочие другие какие-либо нюансы. Всё это будет в этом видео. Так что если тебе понравилось и нравятся мои видеоролики, ставь лайк. Если тебе не нравится, пиши в комментариях, почему они тебе не нравятся. Для меня это будет очень важно, я это всё время использую при съёмках новых видео. Не забудь подписаться на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну, у меня на этом всё. Всем удачи и всем пока.